Привет-привет! Всем привет! Добро пожаловать на канал Ксения Дельви ASMR Приятного просмотра! Привет-привет! Всем привет! Сегодня я хочу сделать такое разговорное видео и рассказать вам о своей поездке в Будапешт и Вену Вернулась я не так давно домой Поездка была 10 дней И давайте начнем с того, что Будапешт мне очень понравился Очень такой большой, европейский Достаточно, не достаточно, а очень чистый Даже когда ты отъезжаешь из центра города Когда ты уезжаешь в более какие-то отдаленные места или районы И все равно очень чистый город Просто потрясающе чистый Центр же очень масштабный, очень европейский Напоминает Санкт-Петербург Немножечко по своим, знаете, масштабам того, что происходит По масштабам, по размаху строительства Но старая добрая Европа, она такая Первые два дня были для нас очень такие холодные и дождливые Погода была прямо что-то около 70 градусов, что для нас Для жителей такой, можно сказать, практически Африки Пустыни для нас это очень холодно И был постоянно дождь Дождь, что тоже, конечно же, для нас необычно Причем для нас необычно Дождь в формате такого, знаете, небольшого накрапывающего дождика У нас если бывает дождь, то это Такой штормовой ураган С дождем сильным Который просто тебя сбивает с ног И у нас нельзя гулять под дождем, как в Европе У нас если дождь, то это просто потоки, потоки, потоки воды Который просто идет стеной Это такой мощный пустынный дождь И если вы не знаете, у нас не бывают дожди летом У нас зимой дожди Вот сейчас только-только был немножечко такой первый дождик Но это еще не официально зима Еще где-то две недели, месяц может быть И тогда зима придет и к нам в Тель-Авив А там был как раз такой приятный, приятный Европейский дождик Когда ты можешь под зонтиком гулять Прогуливаться и получать удовольствие от европейской осени Которой мне дико-дико не хватает На Ближнем Востоке Но как бы я здесь живу большую часть своей жизни Уже около 25 лет Поэтому я уже так или иначе привыкла К отсутствию этой вот золотой с красным осенью У меня есть здесь, сейчас я вам покажу Даже такой вот шар Вот он как раз, я его называю Европейская осень Смотрите какая красота Все цвета красивой такой европейской осени Так что первые два дня были очень дождливыми И очень холодными Не было совершенно солнца Что тоже для меня очень тяжело Я просто солнечный маньяк Я очень люблю солнце Я очень люблю когда дни солнечные Это мне дает такой заряд энергии Хотя я не гуляю под солнцем Не нахожусь на солнце, я не загораю И у меня даже дефицит витамина D3 У всей нашей страны дефицит витамина D3 Потому что солнце у нас очень радиоактивное И опасно загорать Но как я думаю В общем никому не полезен загар Но когда я вижу солнечные дни Для меня это просто У нас не солнечных дней в году Бывает может быть две недели в год Не более того Поэтому у нас следующие несколько дней После нашего приезда и после дождей Выглянулось солнце И тут уже можно сказать Жизнь началась Мы закрыли свои зонты И потёрли так руки Думаем ну вот наконец-то пришла погода Такая С одной стороны осень Жёлтые листья С другой стороны и Такая прохлада есть Которой сейчас нет у нас Мы вернулись в Тель-Авив И было такое обманчивое ощущение того Что возможно уже осень и здесь Потому что было где-то 17-18 градусов Когда мы приземлились в аэропорту в Тель-Авиве Но на следующий день температура поднялась И стало опять почти 30 И сейчас до сих пор очень тепло Поэтому осени ещё у нас нет Вот и несколько дней были солнечные Потом опять солнце ушло И стала такая переменная облачность Я вам скажу это потрясающе Увидеть город и при солнечном свете Ярком в солнечный день И увидеть эту же всю архитектуру Прекрасный парламент Кстати кому интересно Видео скоро выйдут на моём Главном канале Ссылка внизу всегда есть О нашей поездке в Вену и в Будапешт Вот и была у нас возможность увидеть Прекрасный этот город И в дождливую погоду И в солнечную И в такую знаете Солнце с дождём с дучами В общем в разных апостасиях Мы наблюдали этот прекрасный город Вот Потом мы поехали на поезде в Вену Вена мне показалась уже более такой Тяжёлой Меньше С одной стороны Огромные прекрасные сады Какие-то замки и всё остальное С другой стороны Сам центр очень концентрированный Очень загруженный И загружен он Большим количеством каких-то магазинов И вот этот старый центр Он превращён, к сожалению В огромный торговый центр Что для меня очень печально Потому что и в Праге И в Будапеште Но в Берлине Там В Париже даже Тоже да Есть и даже везде магазины Но там Не теряется Этот Магия старого города В Вене Самом центре К сожалению для меня Она была потеряна Но когда мы дошли Немножечко дальше И насладились Всеми прекрасами города Конечно Погода нас встретила Там просто Превосходная Можно было гулять Эти кучи Жёлтых листьев Кстати Этот влог тоже будет На моём главном канале Эти кучи Жёлтых листьев Дети Которые скрипают Эти кучи с листьями Потом туда прыгают Это просто восхитительно Напомняло мне моё детство В Сибири Когда мы тоже Собирали эти листья Туда прыгали И в общем Вот этот вот звук Листьев Когда ты идёшь Шуршишь Ногами по листьям Это просто великолепно Ничего более приятного От осени Нельзя ожидать Как куча-куча Жёлтых листьев И конечно же Поездка на поезде Я ездила на поездах Наверное около 30 лет И для меня это Очень интересный опыт Потому что В одну сторону мы ехали Это был австрийский поезд Первого класса Это было совсем одно Путешествие В обратную сторону Мы возвращались Румынским поездом И это был точно Поезд моего детства За которым я ездила По России Это были те же самые Старые вагоны Что и тогда Может быть Они немножечко Были новее Может быть Не знаю Но по виду Они были точно Такими же Как те Которые я помню Просто удивительно Но в общем Все прошло Замечательно И Несмотря на то Что румынский поезд На котором мы возвращались Будапешт Потому что самолет у нас Был из Будапешта Он конечно был Крайне колоритный И такой Вызывающий Воспоминания Но при этом При всем Достаточно комфортабельно Мы вернулись Назад Езды было Около Двух с половиной Трех часов Зависит от того Каким поездом ты едешь Сколько он делает Остановок И так далее Вот И С машины У нас не вышло Мы планировали там Всять машину Я рассказывала Это опять же В большом видео Обзоре На тему поездки Какие там приключения С нами происходили На своем Главном канале Потому что у нас Разные там Случились интересные вещи И По какому-то странному Стечению обстоятельств В Венгрии В некоторых местах Не берут кредитные карты Те или иные Просто Не берут Или не берут Допустим Карту виза Как у меня вышло С арендой машины Что меня вообще Повергло в шок Потому что у нас в Израиле Берут все везде Только больше Давай карты Больше давай денег И поэтому Мы Заменили Поездку на автомобиле Поездка на поезде О чем я совершенно Не жалею Потому что Это был превосходный Я побывала на вокзале Я в Израиле Ни разу не ездила На поезде Потому что просто Ну некуда мне ездить Куда мне ехать Я живу в центре страны Я не разъезжаю особо Если куда-то еду Я еду на машине И Нет у меня Нужды В использовании Транспорта Такого На дальние расстояния Поэтому Наконец-то Я Поехала на поезде Я последний раз Ездила на поезде Да Когда я была в Европе И вот сейчас опять В Израиле Никак не получается Вот Поэтому Поездка была Замечательная У меня была вообще В этом году Потрясающая осень У меня была сначала Осень в Праге Потом осень была В Будапеште Потом осень в Вене Это просто великолепно Я захватила осень Три раза В этом году И это Потрясающе для меня Вот В прошлом году У меня Где я была в прошлом году Тоже по-моему в Праге Была На осенью была в Праге А в Берлине я была Уже весной Посмотрим куда я поеду Этой весной Сейчас мы Делаем Некоторые наброски Такие Чтобы еще посмотреть Но Посмотрим Посмотрим Варианты моря Вот Так что Большое спасибо всем За просмотр Надеюсь вам Это было интересно Послушать Я сделаю еще Такое Большое видео Покажу Здесь же В таком СМР режиме Покажу вам Какие-то небольшие Свои покупки Которые я сделала То есть я не буду Показывать все Я покажу только Самые На мой взгляд Интересные вещи Которые Также будут иметь Наверное Приятный какой-то звук Издавать Потому что Не хочется делать Как бы Видео отдельно Про косметику Или отдельно про одежду Я хочу Как-то это все Дело совмести Вот На этом и все Большое спасибо Всем за просмотр И Увидимся В следующих видео Всем Пока-пока